В эти дни Баку в центре внимания участника форума «Азербайджанская энергетическая неделя». На площадке работает наш корреспондент Фарид Адилов. Он и расскажет, какие темы обсуждаются сегодня. Фарид, здравствуй. Здравствуй, Фарид. Пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте, коллеги, уважаемые зрители. Сегодня последний день Бакинской энергетической недели, в рамках которой в Конгресс-центре сегодня состоялось заключительное мероприятие. Это Бакинский энергетический форум. В этом году в форуме принимают участие более 400 делегатов из 20 различных стран мира. Это пленарное заседание было посвящено теме энергетико-переходного периода, новой возможности и вызовы в трансформирующемся мире. Были обсуждены глобальные энергетические перспективы, в частности, финансирование перехода к зеленой энергетике, возможности разведки и добычи в Каспийском регионе и ряд других актуальных вопросов. Наряду с представителями ряда международных энергетических компаний выступил также и первый вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана Сокар Хошпахт Юсиф Заде. В ходе своей речи он заявил, что ежегодно Азербайджан будет увеличивать добычу нефти до 40 миллионов тонн. Также он отметил, что благодаря энергетическим форумам и различным выставкам, которые проходили на протяжении последних почти 30 лет в нашей стране, благодаря им зарубежные компании смогли лучше ознакомиться с опытом Азербайджана по добыче нефти и газа. Я отмечу также, что церемония закрытия форума состоится 4 июня, то есть уже завтра на освобожденных территориях в городе Шуша. Ожидается, что в завершении форума будет проведена заключительная сессия, посвященная теме потенциала и возможности зеленой энергии в Карабахском регионе. А на этом у меня пока все. Студия. Спасибо большое. Напомню, на прямую связь со студией выходил корреспондент Фарид Адилов. Продолжение следует...